Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности», а в нашей студии Алевтина Ефремова, руководитель такого интересного проекта, как «Артлужайка». Еще раз здравствуйте! Здравствуйте! Итак, стартуете вы с этих выходных. Рассказывайте, где, что, как будет происходить. Мы открываемся 23 мая. У нас в этом году будет не только одна площадка на Лыбинском бульваре, а в 12 часов стартует «Артлужайка образовательная» на территории Рязанского свободного лицея. Там будут именно образовательные мастер-классы, которые будут в игровой форме, интерактивной, называется «Учусь, играя». Это что будет там происходить? Для кого? Там в основном возраст детей, школьников от 6 до 17 лет разного возраста. И танцевальные, и там монтаж видео, фото и рисование. Ну, в общем, мастер-классы, которые будут очень интересны. С 12 часов дня до 4 часов будет там, на площадке мероприятие, а уже в 16.00 на Лыбинском бульваре, где уже кинотеатр будет стоять, торжественная часть, торжественное открытие «Артлужайки» этого сезона. Вот недавно мы с вами еще встречались, буквально месяц назад, и пока еще нельзя было рассказывать о каких-то изюминках проекта. Но я думаю, что сейчас самое время напомнить, что это, откуда это все пошло и, самое главное, для чего. Ну, для жителей нашего города, для того, чтобы культура нашего города немного повышалась или много повышалась. Вот. А то, что будет непосредственно на открытии, я думаю... У вас всегда ведь леет мотив, какая-то линия. Вот в этом году она какая? Вокруг света за 75 дней. Это очень интересно. И мы начинаем этот сезон с месяца европейской культуры, и в день открытия мы будем показывать прямую трансляцию, финал Евровидения, прямой эфир. Вот. И можем поболеть за наших участников, которые, надеюсь, выиграют. Ну, или, по крайней мере, займут какое-то место. Но будет интересно, я думаю, для всего города посмотреть на большом экране Евровидения. Ну, женщины обычно народ наблюдательный. Всегда смотришь, кто как себя ведет, кто с каким настроением и посылом приходит, как публика реагирует вот на такие вещи, потому что все-таки мы не Европа, где это привычно, где можно устроить пикник на траве и сидеть абсолютно нормально рядом собака, рядом книга. Может быть, она непривычная, но в том году у нас не было ни одного какого-то инцидента, связанного там с хулиганством или с разгоняем народа. Вот. То есть все, в принципе, адекватные, все вежливые, аккуратные. Ну, немного мусорят, конечно, по привычке российской. Но, тем не менее, я надеюсь, что в этом году будет еще более спокойнее, интереснее. И, может быть, даже что-то жители предложат провести. Тоже на арт-лужайке захотят. Ну, буквально через несколько дней начнут приезжать абитуриенты, все поступающие. Им захочется куда-нибудь сходить. Каждый день ли можно будет посмотреть, например, интересный фильм или поучаствовать в чем-то, что касаемо арт-лужайки? Ежедневно будет. Вот на Лыбецком бульваре будет работать площадка ежедневно. Кроме дней, в которых будет идти дождь или ветер или холодно, в эти дни мы не работаем, потому что нецелесообразно. А так ежедневно будут сеансы с 9 вечера до 11. По будням, по выходным дольше. А днем будут мастер-классы. Там йога, фитнес. Но расписание можно будет посмотреть после открытия там на месте, либо в соцсетях, либо на нашем сайте. Вот. И еще каждое воскресенье в этом году у нас в сезоне будет детский день. С двух часов дня можно будет прийти. Там батут, аниматоры, велосипеды детские. Ну, программа для детей. Шоу научные и всякие занимательные там мастер-классы для детишек, куда можно прийти и оставить там ребенка аниматору, либо покататься на велосипеде. У нас открылся в этом году велопрокат с интересными, необычными такими растабайками или как-то так, ну, велосипеды городского типа, где можно на двоих покататься. Здорово. Вот. Ну, они интересные, красивые. Вопрос в том, что наш город не очень, мне кажется, подходит для того, чтобы кататься в любом месте. То есть, либо какой-то пандус, либо что-то еще. Ну, вот что-то обязательно мешает. Нет. Наоборот, у нас как раз-таки нет пандусов, чтобы заезжать. Чтобы все продумано уезжать. Но, к сожалению, да, сейчас не очень комфортные условия для того, чтобы катались там роллеры у нас на площадке или там скейт-парк какой-то сделать мы хотели, но условия неблагоприятные. Мы надеемся, что в этом году будет реконструкция Лыбинского бульвара, и мы совместно как-то сможем внести туда... Какие-то корректировки важные. Корректировки, да, чтобы могли люди, жители, кататься, было комфортно и приятно. Более того, мы в этом году начали сотрудничать с Центром дистанционного образования, направленный на детей с ограниченными возможностями. Это очень полезно. Да, и мы хотели бы, конечно, чтобы тоже на этой площадке было, ну, хотя бы, чтобы люди могли на колясках приехать, там, да, уехать. Потому что, может быть, даже на открытии у нас и будут какие-то номера от этих детей, потому что они достаточно талантливые, интересные, и они не должны себя ограничивать. Поэтому нам бы хотелось в этом году, чтобы они тоже активно принимали участие на нашей площадке. Но как сделать так, чтобы им было комфортно туда доехать или добраться, да, без помощи чьей-либо, пока что мы не придумали. Но тоже, если будет реконструкция, мы постараемся внести какие-то поправки, корректировки, чтобы это стало более доступным местом. Можно ли сказать, что это стало вам близко после определенных событий? Вы сами прочувствовали, что такое быть на коляске, и тем не менее вы сразу ринулись в бой, несмотря ни на что. И очень хорошим примером является для всех, у кого что-то случилось. Не, ну в любом случае, конечно, я поняла, что Рязань – это не город, где можно самостоятельно передвигаться на инвалидном кресле. Это достаточно проблематично. Тут не только на инвалидном кресле на машине ты не проедешь или на велосипеде. Но проблемы есть. Конечно, все время нужно, чтобы кто-то был рядом и тебя возил, катал, привозил. Но если хотя бы сделать в городе что-нибудь, где это будет возможным, то, мне кажется, больше людей будут как-то... Для ваших грандиозных планов нужен большой штат соратников и верных помощников. Они у вас есть? Ну, они есть, друзья, да, помощники, волонтеры, которых мы сейчас привлекаем. Но вот фиксированный какой-то штат, прям, да, костяк, там, это 3-4 человека. Все остальные, ну, там, приходят на день, на два, там, помочь как-то поработать. Но, тем не менее, проблем с этим не возникает. В прошлом году, по крайней мере, все выглядело гладко. По крайней мере, для тех, кто приходил. Может быть, у вас там нервная система давала сбой периодически, но вот люди приходящие, они этого не замечали. Ну, я надеюсь, что в этом году нам удастся не показать наших внутренних волнений, вот, а что людям все понравится. Вы фонтанирующий идеями человек. Расскажите еще о каких-то. У нас есть идея. Не знаю, насколько получится ее воплотить в жизнь, но мы хотим устроить фестиваль или конкурс по стрит-арту в городе Рязани. Нам для этого администрация города Рязани разрешила использовать детские городские библиотеки, их фасады, чтобы их можно было благородить и сделать красивыми. Пока что, ну, вот, ресурсов даже людских, и мы, там, кто это будет делать, на что это будет закупаться, какие будут призы, там, мы не определили. Ну, у нас нет пока что таких вот информации. Но я надеюсь, что где-нибудь через пару недель или через три недели мы уже определимся и сможем запустить этот конкурс полноценно, чтобы в следующем году нам уже разрешили, если он пройдет успешно, разрешили использовать фасады на центральных улиц и серые дома. Не было бы приятно, и можно было бы из них сделать картины, как это, ну, в других, там, больших городах очень смотрится интересно, красиво и приятно ездить и ходить по улицам. А мнение жителей будете спрашивать и учитывать? Вы знаете, как-то люди по-разному все реагируют даже на самые хорошие, благие вещи. Вот есть вредная бабушка, которая считает, что она будет жить так, как она жила все, там, 60-70 лет, и все. Для этого нам дали возможность попробовать. И если это найдет отклик у жителей, не будет никаких протестов, то мы сможем в следующем году, соответственно, использовать другие площадки. Вы путешествуете сами по миру, вот эти идеи вы где-то цепляете. Естественно, не вот полновесные такие, да, забираете с собой, но что-то у вас рождается именно из поездок. Что еще вас привлекло за рубежом? Интересно, наверное, то, чего нет в Рязани и вообще с этим дефицит. Это какие-то фестивали или ландшафтные дизайны, что касается земли и природы. Красивые, да, благораживание местности такого у нас нет, чтобы были цветы, там, как в Голландии, там, полно всего этого. У нас как-то только вот трава зеленая, одуванчики, кусты, все. Максимум какая-то клумба в виде бабочки. Да, вот каких-то даже людей просто, я не знаю, флористов грамотных в Рязани, которые бы хотели и согласились бы и желали там поучаствовать в каком-нибудь конкурсе, мы бы с удовольствием это сделали. Но людей нет, и я не знаю, кто способен, и город поддержит ли или нет, у них тоже как бы есть свои там правила и законы, которые сложно преодолевать. Мы сейчас в эфире, у вас есть возможность сказать что-то молодежи, которые не знают, чем себя занять, где развлечься, или просто вот талант есть, а применить негде. Да, поэтому я всю молодежь привлекаю на площадку, у нас слоган, наши площадки, всем безумным идеям, open. Но если у кого-то в голове есть какие-то идеи, которых мы, возможно, не знаем или знаем, но нет возможности реализовать, потому что временные ресурсы мои, там, моих друзей, которые мне помогают, они ограничены. И идей много, но те, кто могут донести и воплотить это в жизнь, мало. Поэтому те, кто хочет, пожалуйста, приходите к нам, мы вам дадим такую возможность. Спасибо вам за эту встречу, удачи вам, чтобы открытие прошло без сучка и задоринки, и, в принципе, лето порадовало какими-то интересными событиями. Это была программа подробностей. Если вы сегодня что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.tv. На сегодня все, до встречи.